Писатели, будучи, как говорил кровавый тиран, инженерами человеческих душ, наиболее точно фиксируют эпоху даже неосознанно. Даже в своих официальных выступлениях они ухитряются сказать намного больше, чем говорят различные агитуационно-пропагандистские материалы. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И в сегодняшнем моем ролике будет два сюжета, две разных части. Первая часть – это, как положено, книжная распаковка. Я ведь культуртрейгер и совестливый интеллигент, поэтому читаю разнообразные книжечки. Покажу вам книжечку, полученную сегодня, и еще две книги, которые мне подарили на днях. Первая книжица прилетела на Камчатку из города Ижевска. Давайте посмотрим, что же кроется в этой замечательной посылке. Камчатка. 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 убираю нож я в своих роликах уже рассказывал о том что время от времени я изучаю стенографические отчеты и материалы различных писательских съездов ибо писатели будучи как говорил кровавый тиран инженерами человеческих душ наиболее точно фиксируют эпоху даже неосознанно даже в своих официальных выступлениях они ухитряются сказать намного больше чем говорят различные агитуационно про поднадистские материалы здравствуй родина моя вышит знамя взвесья первый учредительный съезд писателей российской федерации 1958 год вообще-то так сложно сложилось еще в советские годы что русским не давали никаких национально культурных автономий у русских не было своих структур то есть в любой национальной республике в любом чучмекистане имелись академия наук союз художников да все что угодно у русских такого не было и очень удивительно что в конце 50-х годов русским позволили иметь собственную писательскую организацию кстати ссылки на предыдущие ролики где я показываю и хвастаюсь приобретенными стенографическими отчетами писательских съездов вы найдете в описании под этим роликом вот такая вот книжица прилетела на камчатку из славного града ижевска убираю в сторону и демонстрирую две свежие изданных на камчатке книги которые мне попали благодаря попечению известного краеведа ученого мужа сергея гаврилова трудящегося одновременно в камчатском государственном тех университете доцентом и научным сотрудником в камчатском объединенном музее первая книга вышедшая в серии из фондов музея этого самого камчатского объединенного музея который раньше назывался краеведческим музеем называется тех сражений славою и сейчас дышу эта книга состоит из материалов василия окшинского журналиста литератора который в свое время участвовал в курильском десанте в знаменитом курильском десанте 1945 года вот тут прямо сказано в подзаголовке по материалам архивного фонда окшинска это точно если вам скучно узнавать о новых книгах вы можете закрыть окно но если вы это сделаете вы не узнаете что будет во второй части моего ролика а там будет то что вы не видели в жизни никогда и навряд ли без меня когда-нибудь это увидите ибо вы ленивые не любопытны ибо вы никогда не высовываете нос за пределы собственного дома наконец-то вы узнали правду книга Вадима Бооля знать свое отечество во всех его пределах вышедшая в серии библиотека вопросов истории Камчатки Вадим Валентинович Бооль известный камчатский краевед умерший если я не ошибаюсь два года назад здесь собраны его воспоминания его статьи его переписка исключительно интереснейшее чтение рассказывающие о Петропавловске и вообще о Камчатке 30-х 40-х 50-х 60-х 70-х годов вот так вот теперь вы узнали какие книжицы будут просчитаны мною в ближайшее время и настала пора второй части видеоролика и в этой части я покажу совсем немножко картинок о том как вчера в в субботу я на прекрасном пароходе Алмаз это не реклама это действительно восхищение пароход Алмаз принадлежит туристической компании Бриз ссылка тоже будет в описании ссылка на сайт этой компании и вот на этом самом пароходе я прокатился в бухту русскую но это не точно дабы посмотреть на морских зверей которые обитают на скалах чуть чуть дальше ворот бухты кстати в бухту мы на обратном пути решили не заходить но звери были гораздо интереснее и так давайте посмотрим немножко овощинской губы и и немножко восточного побережья камчанки смотрим был обычай у предков наших на восток на заре креститься и в беде от сахи и пашни их манила крыло у жар птица голосами как медь теми ночи шестов осиля прославляли жар птицу пивни день встречая по всей россии с колодухи потуже пояс запахнув армичишка рваны уходили на дальний поиск от господ на восток и ваны за мечтой их мильнее браги кровь бродягам сдувала вены уходя за урал уходи на восток россии а праведов хранили строго в тайну тех кто членкой за море кто рубил по пути острове по жар птица жила за морем в бирюзовой прозрачной бухте с той что в споре однажды выдал им отважным могучий кутка косоглазый камчатский птица из-за леса сверкнёт сорница жарким днём полыхнёт по странам а на ночь запирает птицу жадный нут в шатёр вулкана и он склозок и шельст прячет путь и слуги в шатёр вулкан переноски вулкан 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 ПЕСНЯ Но однажды привёл лотан на погибель шамана кутки русский штурман Иван Елагин Срубы ставить В подкоме бухты И нашли корабль И фарватер Меж камней В голубой лазуре А шамат Провалился в кратер И столетия Тару в кукуре И поверил бы я В поверье В каждом домыслие Есть граница Да видать обронила Верье В бухте дольки Моя же птица Чудо в городе И причал Яроче и чище Не знал красные И отсюда Берет начало Безграничность Моя Россия И еще Если взять на веру То, о чем говорят в народе Полюбился же Птица Север Днем и ночь По тундре Проходится Город наш портовый Он всегда в работе Но не по душе нам Шум и суета То ли дело море Здесь у нас на флоте Если не штормит Такая красота Волны Только волны И облака Над ними Бьют-то корпус Волны Гребнями Своими Небо с морем Сходится Где-то там Вдали И нет вокруг Ни берега Ни суши Ни земли И нет вокруг Ни берега Ни суши Ни земли Обещает Утро Ясную погоду За кормой Все так же Пенится Мы и днем И ночью Травом Садим в воду Поделись-ка Рыбка И дедушка Нептун С курса Не собьемся В пелене Тумана Ветры Штормы Мели И пугают Нас Мы в удачу Верим Верим В капитана А еще В локатор А еще В компас Волны Только волны И облака Над ними Бьют на корпус Волны Гребнями Своими Небо С морем Сходится Где-то там Вдали И нет вокруг Ни берега Ни суши Ни земли И нет вокруг Ни берега Ни суши Ни земли Ну вот так Вы посмотрели На Камчатку Вы увидали Какие книги Я буду читать В ближайшие дни Теперь Как вы уже привыкли Ставьте лайки Если вам Нравится Любоваться Всякими Красотами Нашего полуострова Если вам Интересно Какие Книги Я читаю Пишите Комментарии Не забывайте Что один Раз в месяц На моем Канале Проходит Розыгрыш Какого-нибудь Моего Фотоальбома Среди тех Кто сделает Так называемые Донаты То есть Пожертвования На номер Карты Указаны В описании Под роликом А если Вы здесь Впервые То Пожалуйста Выполните Вот эти Рекомендации В правом Нижнем углу Кадра По подсказке Для того Чтобы не пропустить Новые видео На канале До свидания Рекомендации 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 Рекомендации